Каждый год огромные контейнерные суда, подобные этому, совершают более ста тысяч рейсов в мировом океане, перевозя всевозможные грузы от бананов до мотоциклов. Но чтобы привести в движение такой огромный корабль, необходим столь же грандиозный двигатель. Из чего это сделано? Город Киль, Германия. Заканчивается строительство нового грузового судна «Окленд». Огромный корабль длиной свыше 210 метров и весом 34 тысячи тонн будет ходить по морям и океанам в течение 30 лет. Но пока он не может отправиться в плавание. У него нет мотора. Его мотор за полторы тысячи километров отсюда, в Хорватии. Вот он, этот гигант. Более 10 метров в длину, 6 метров в высоту, весом 640 тонн. Этот механизм размером с дом. С видом похож на огромный автомобильный мотор. Но только с виду. Потому что, когда этот двигатель будет собран, его мощность составит 29 тысяч лошадиных сил. Сборка такого мотора – это 50 тысяч часов напряженной работы. 400 человек трудятся, завинчивают болты, сваривают швы. Они торопятся, чтобы успеть в срок. В отличие от мотора обычного автомобиля-седана с четырьмя цилиндрами и объемом полтора литра, у этого монстра 7 цилиндров, а объем – 7,5 тысяч литров. О расходах на топливо лучше и не думать. Сначала надо сделать все детали, а их – 10 тысяч. Жизнь большинства его основных компонентов начинается в зале патентной документации. Первый этап – изготовление точных деревянных копий каждой детали. Это один из цилиндров. Затем эти формы передают в литейный цех, где детали отливают из расплавленного металла при температуре 1350 градусов. В каждой такой емкости 5 тонн расплавленного металла. Лучше не подходить близко. По этой самой причине на рабочих огнеупорная спецодежда. По деревянным моделям отливаются только самые большие детали. Остальные вырезаются из листового металла на компьютеризованных станках или вручную. Затем отдельные детали свариваются в более крупные узлы. Каждая деталь изготавливается прецизионно. В отличие от обычного бензинового мотора, в котором топливо поджигается свечой зажигания, дизель воспламеняется под действием давления в цилиндре. При таких размерах двигателя, это означает, что его части подвергаются огромным нагрузкам. Когда большие узлы собраны, можно планировать дальнейшую работу. Как при строительстве дома, сборка двигателя идет снизу вверх. Так что первая деталь, которую собирают на полу, фундаментная рама. Одна из проблем заключается в том, что для манипуляции с деталями такого размера нужны мощные подъемные механизмы. На фабрике есть 60-125-тонных кранов. Эти могучие механизмы управляются дистанционно и строят сеть направляющих. Когда фундаментная рама собрана, можно устанавливать огромный коленвал, который будут приводить в движение огромные 72 сантиметра поршни. Затем аккуратно опускают и закрепляют прокладку двигателя весом 65 тысяч килограммов. Вся сборка занимает более 50 дней, но одна небольшая задержка может сорвать тщательно спланированный график. Все в напряжении. Наконец, после 55 тысяч часов работы, можно впервые запустить двигатель. На стройплощадке все затаили дыхание. Строители ждут, когда раздастся рев мотора мощностью 30 тысяч лошадиных сил. Все в полном порядке. Двигатель стоимостью 6 миллионов долларов собран точно в срок. Но не все сложности позади. Эту гору металла весом 640 тонн надо каким-то образом вывезти с завода и доставить в Германию. В этом процессе задействованы мощнейшие подъемные краны и прочные стальные тросы. Тросы натягиваются, мотор медленно отрывается от пола и движется из цеха к кораблю, который, пройдя по морю 6 тысяч километров, доставит его в Киль. Через два часа мотор, наконец, опускают на палубу и закрепляют. Через три недели двигатель доставлен к месту назначения и начинается самое сложное. Надо поднять огромный двигатель с палубы корабля, который его доставил, и перенести на палубу, стоящего на готове Окленда. Эту операцию выполняет кран грузоподъемностью 900 тонн и 12 человек. Двигатель надо переместить на расстояние чуть больше, чем его собственные габариты и опустить на 12 метров в машинное отделение, где он должен встать точно по оси с грибным валом. Это делается медленно и осторожно. Подъемные механизмы работают на пределе. Одно неверное движение грозит катастрофой. Наконец, через несколько часов мотор медленно опускают на монтажную стойку и надежно закрепляют. Еще несколько дней, и он будет окончательно подключен, подсоединен к грибному валу и будет вращать 7-метровый корабельный винт. В ближайшие 30 лет Окленд будет курсировать по океану по 6 тысяч часов в год, сжигая за час почти полторы тысячи литров дизельного топлива. Но без этого огромного мотора Окленд не сможет отойти от берега.